Распыляемая шпатлевка, жидкая шпатлевка или просто жидкарь? Для чего она нужна? Как наносить и где применять? Об этом в нашем видео. Поехали! Жидкая шпатлевка нужна для финишного выравнивания деталей перед грунтованием. Она нивелирует такие переходы, как обыкновенная шпатлевка металл, обыкновенная шпатлевка, старое покрытие, соответственно, старое покрытие на металл. Применяется она для выравнивания больших поверхностей. Яркий пример – та же самая крыша, побитая градом. Кое-где подшпатлевана, но чтобы полностью выровнять большую поверхность, нам необходимо перешпатлевать большой объем. Жидкая шпатлевка позволяет набрать хорошую толщину слоя, чтобы выровнять, дать финишную форму перед нанесением грунта. Многие скажут, да ничего страшного, я выровняю это шпатлевкой. Да, это можно сделать обыкновенной шпатлевкой, но для того, чтобы выровнять большой объем, нам потребуется очень много времени. Альтернативным вариантом выравнивания поверхности может служить использование грунта опорозаполнителя. Однако, для того, чтобы набрать толщину, необходимую для выравнивания, к примеру, 300-400 микрон, для жидкой шпатлевки потребуется 2-3 слоя нанесения, а для грунта это может быть и 5-6 слоев нанесения. Соответственно, в варианте использования грунта у нас налицо перерасход материала, а при использовании жидкой шпатлевки мы видим как раз хорошую экономию времени. Кстати, после того, как шпатлевка отшлифована, многие на нее наносят непосредственно краску. Здесь все-таки мы бы рекомендовали использовать грунт, потому что плотность у жидкой шпатлевки, финишная плотность у жидкой шпатлевки, и у грунта они разные. Подложка из грунта более адаптирована под нанесение краску, поэтому мы рекомендуем нанесение грунта. На самом деле продукт весьма интересный и полезный. Он экономит время, экономит материалы и позволяет упростить работу на сложных объемных деталях. На примере жидкой шпатлевки от Jetta Pro мы посмотрим, как готовить продукт к нанесению. Соответственно, нанесем его на наш многострадальный экспериментальный капот и высушим, промеряем толщины, в общем, проэкспериментируем со шпатлевкой. Поверхности, на которые наносится жидкая шпатлевка, это практически любые поверхности адгезии. К большинству поверхностей у этого продукта отличные. Например, нет никаких нареканий при нанесении на дерево, на сталь, на жесткий пластик, на старую краску, двухкомпонентные грунты. Ограничений практически нет. Единственное, стандартные есть рекомендации по нанесению на алюминиевые детали, на алюминиевые поверхности и оцинковку. В качестве изолирующего грунта лучше использовать эпоксидный грунт. Также нет нужды наносить на кислотные грунты, на обратимые грунты. Здесь не рекомендуется на них наносить. Подготовка поверхности перед нанесением жидкой шпатлевки достаточно проста. Поверхность должна быть чистой, сухой, свободной от жира и загрязнений и заматирована. Матирование выполняем абразивом градацией P180. Касаемо пистолета, из которого наносится жидкая шпатлевка. Стандарт абсолютно не важен. Важен размер дюзы. Чем больше размер дюзы, тем лучше. Оптимальный размер дюзы начинается от размера 2,0. Чем больше сопло, тем, соответственно, больше перенос материала, тем более хорошую толщину мы получим. Теперь давайте перейдем к подготовке смеси к нанесению. Шпатлевка весьма легко вытекает. Она имеет такую достаточно низкую вязкость. После того, как мы добавили то количество шпатлевки, которое мы планируем потратить, нам необходимо добавить в неотвержденную шпатлевку отвердитель. Отвердитель поставляется вот в такой вот емкости. Он жидкий. Это тот же самый пероксид бензоила. Добавляется порядка 2-3% к необходимому объему. Самый, кстати говоря, оптимальный вариант – это использовать весы при точном замере количества отвердителя. После того, как мы добавили отвердитель, нам достаточно тщательно перемешать продукт, смешать отвердитель с материалом. И, соответственно, он готов будет уже к нанесению. Через сопло 2,5 эта смесь проходит весьма и весьма легко. Важный момент касаемо перемешивания продукта. Когда мы открываем банку, нам необходимо перед тем, как добавлять туда отвердитель, тщательно перемешать содержимое банки, потому что все-таки присутствует определенное расслоение, и у нас может выпадать осадок, твердый осадок, который необходимо размешать. Если же мы хотим изменить вязкость готовой смеси, да, допустимо использовать небольшое количество разбавителя и понижать вязкость. Но, повторюсь, для шпатлевки Jetta Pro добавление разбавителя нет необходимости добавлять разбавитель. Смесь готова к нанесению. Итак, я готов к нанесению. Зарядил пистолет Slim Combat. Сопло у пистолета 2,5. Это большое сопло. Настройки. Давление входа 2,2 бара. Подача материала откручена. На 3,5 оборота от положения закрыта. Полностью открыта подача воздуха на распыляющую головку и полностью открыта на подачу воздуха в пистолет. По поводу нашего капота. Он у нас многострадальный, экспериментальный. На него я буду наносить шпатлевку, я буду нанесить ток-току вот в эту выделенную зону. Специально отделил ту часть, где мы будем впоследствии мерить толщину шпатлевки. Сейчас я наношу шпатлевку первый слой. Нанес первый слой. Сейчас нужно обеспечить выдержку 5-10 минут и можно наносить будет второй слой. Ориентируемся на то, что можно наносить уже в следующий слой, на то, что у нас шпатлевка начинает мотоветь. Растворители выходят, поверхность становится более матовая. Это значит, что мы готовы к нанесению. Ждем. Сейчас мы нанесли два слоя. В принципе, этого достаточно. Толщина при этом шпатлевки достаточно высокая. Но иногда бывает так, что нам необходимо подлить, добавить толщину. Ну вот яркий пример. Например, вот такую вот ступеньку нам залить. И жидкая шпатлевка как раз и позволяет это сделать. То есть мы можем немножко подбавить шпатлевки именно в эту зону. Шпатлевка весьма и весьма стабильна. Она не дает вот этого вот потека и не дает возможности, чтобы она потекла. Конечно, заставить можно, чтобы потечь. Но на самом деле она очень стойкая в этой зону. И вот, например, если мы хотим добавить, она вроде бы на грани срыва, но все равно держится. Тем самым позволяет сделать толщину. Максимальная рекомендуемая толщина у шпатлевки 600 микрон. Ребята, это много. Это достаточно для того, чтобы снивелировать практически любой переход шпатлевки на металл, шпатлевки на грунт, на старую краску. Шпатлевка после нанесения высыхает при 20 градусах в течение 2-3 часов. Можно ее сушить ускоренно, соответственно, в ОСК под температурой, а можно сушить в инфракрасникам. Когда мы сушим ее по инфракрасникам, в принципе, за 30 минут шпатлевка полностью высыхает. В нашем случае шпатлевка высохла, она набрала свою жесткость. На капоте я специально оставлял малярную ленту, для того, чтобы можно было промерить толщину. Соответственно, сравнить толщину нанесенного за два слоя жидкую шпатлевку. Ну, давайте померяем толщину слоя высохшего. Ну, здесь нули показывает на металле. Соответственно, меряем толщину шпатлевки. С одной стороны 292, 305, с другой стороны померяем, 270, 289, 290, ну, 289, 290. Соответственно, средняя толщина, ну, 290 микрон. Соответственно, у нас получается средняя толщина за слой порядка 145 микрон. Это достаточное количество материала, которым можно, собственно говоря, снивелировать практически любую огреху, любой переход, любой сход шпатлевки на металл. Сейчас мы проверим нашу шпатлевку, высохшую на предмет шлифуемости, и будет ли она забивать абразив. Использовать я буду 180-е зерно, соответственно, это Мирка Иридиум на машинке Дерос. Мирка Иридиум Ну, как вы убедились, шлифовка очень легкая, обработка продукта реально быстрая. Также я хочу сакцентировать внимание, что сходы продукта, сходы высохшей шпатлевки на металл плавненькие, нету зацепов, задиров. То есть этот продукт сможет и рекомендован как раз для работы вот на таких вот сложных деталях. Итак, как вы убедились, продукт достаточно интересен. Он прост в подготовке, легок в нанесении, достаточно быстро высыхает, просто обрабатывается. Ну и, конечно же, он незаменим при обработке больших поверхностей. Там, где нам нужно выровнять большую плоскость. Поэтому берите на вооружение то, что мы вам рассказали, пользуйтесь, тестируйте, проверяйте, используйте эту информацию и этот продукт в вашей работе. Спасибо за ваше внимание. Подписывайтесь на наш канал, группу ВКонтакте и Инстаграм. С вами был Ярослав Платонов. До новых встреч. Будет еще много интересного. Пока.